Возвращаемся в прямой эфир на РТВА, это Большой Ньюс Ток, с вами Гарри Книгницкий. Американский футбольный клуб Вашингтон Редскинс меняет название. Редскинс это же краснокожие в переводе, да? Что может быть истолковано как неуважение к коренным американцам. Подобные упрехи звучали достаточно давно, но сейчас в эру расцвета Black Lives Matter, или сокращенно BLM, владельцам клуба, долгое время державшимся за историческое название и логотип, уже просто некуда деваться. Да и власти Вашингтона дали понять либо переименование, либо не будет вам нового стадиона. Самое интересное, что на логотипе Редскинс изображал не просто индейец, а вполне конкретный персонаж, вполне конкретный человек. Вождь племени Блэкфит Джон Два Ствола Уайтколф. А настаивал именно на этом образе в далеком 1971 году другой коренной американец, прошу прощения, уже заговариваюсь, Уолтер Уэтсел, который возглавлял и племя Блэкфит в те годы, в 70-е, и Национальный конгресс американских индейцев. И его потомки были всегда благодарны Вашингтону Редскинсу за то, что увековечили образ Джона Два Ствола. Вот такая интересная ситуация. С нами сейчас на прямой связи Юрий Марин, издатель First and Go, портал об американском футболе. Юрий, здравствуйте, спасибо, что вы с нами. Юрий? Здравствуйте. И позвольте мне подключить к нашей беседе Марину Александрову, профессор университета Техаса в Остине. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Марина, у меня вам первый будет вопрос. Вот каким образом нынешний логотип ущемляет права коренных американцев, если сама семья того вождя, который изображен на эмблеме, была счастлива? Да, Гарри, спасибо большое, что меня пригласили. И, конечно, этот вопрос очень сложный, но мне кажется, нам нужно помнить о том, что времена меняются. И то, что было нормой 10, 20, 50 лет назад, сейчас совершенно считается недопустимым. Если мы вспомним случай из российской истории, то, скажем, то, что Достоевский писал о евреях, в свое время считалось, опять же, нормой. Но сейчас это совершенно неприемлемое употребление определенных терминов в этом отношении. Поэтому, если мы проведем праве с этими явлениями в русской культуре, в русской истории, то мы увидим, что, естественно, переименование команды необходимо. Если эта этническая группа недовольна и считает, что это обидное прозвище, то, естественно, для того, чтобы обеспечить права человека не только по отношению к белым американцам, но и ко всем этническим меньшинствам, мы должны переименовать вашингтонских краснохожих любым другим образом. И сейчас существуют дебаты по поводу того, каким именно названием заменить то, что было раньше. Юрий, ну вот интересно, вы занимаетесь американским футболом. Тут просто интересно, что будут думать болельщики, что будет думать вот так называемая фан-база. И интересно, что делать клубу. Это ведь, наверное, затратный процесс переименования. Да нет, на самом деле, если задуматься, то команды по американскому футболу, профессиональные команды по американскому футболу, они переименовывают довольно часто, как бы это не было бы сюрпризом. И переименование-то здесь, на самом деле, не в никнейме, да, вот Redskins — это то, что называется никнейм, а в первой части названия, потому что первая часть названия — это, как правило, местность, откуда команда происходит. Например, в Нью-Йорк, например, в Вашингтон, или там, Нью-Ингланд, если говорить о Петреоц, да. И команда имеет свойство переезжать из одной местности в другую местность, из одного города в другой город. И вот за последние пять лет три команды сменили в этом случае свои названия. Вот в этом году, например, Оукленд Рейдерс приехали в Лас-Вегас и стали Лас-Вегас Рейдерс. И, в общем, никакие затраты на переименования в этом смысле не смущают. Не сможешь вспомнить, например, НБА, не так давно, лет пять назад переименовывался клуб «Шарлот Бобкетс», который попил Майкл Джордан, и они затратили на переименование на порядка, там, миллионов, что ли. А в Бобкетс мыслить, здесь можно просто порассуждать, а что им там, за что там особенно платить? Юрий, ну, хорошо, хорошо, но вызывают же вопросы, могут вызвать вопрос не только Вашингтон Рейдскинс, там же есть масса других команд, я на вашем же портале читал про, не знаю, Канзас-Сити Чифс, да, они из Канзаса, да, Чифс, Ваш Ди, а, я не знаю, Нью-Инглэн Патриот смогут, видите, вызвать вопросы? Они из Миссури. Да, я как президент Трамп сейчас, да, поздравляю великим народ Канзаса. На днях как раз. Так вот, что делать с другими? Да, на днях мы вышли с такой иронической статьей, статьей над тем, что делать, какие есть еще варианты, да, но здесь можно вспомнить, что НФЛ, она довольно чутка ко всяким веяниям американской культуры, веяниям американского общества, и вот когда был такой громкий скандал про Метту, да, но НФЛ, на самом деле, закончилось тем, что владелец франшизы Каролина Пантерс пришлось ему продать, потому что его обвинили в домогательствах. Сейчас вот Black Lives Matter, теперь задело Вашингтон. Следующий, может быть, что еще может волновать американского общества? Не знаю, например, право животных. Вот есть такая команда, как Buffalo Bills в национальной футбольной лиге, и они были названы в честь знаменитого такого охотника Buffalo Bills, который истюгал бизонов. Вот если взволнует американского общества, что как жестоко обращались с животными сто лет назад, вполне может прилететь и Buffalo Bills. И в этом смысле, я думаю, что никто не защищает. Может прилететь... Марина, Ваше мнение, надо ли остальные команды переименовывать? Да, ну зависит, конечно, от названия команды, да, и если этническая группа хочет, чтобы ее переименовали, туда, конечно, нужно прислушиваться. Я думаю, мы уже... Юрий уже далеко, как бы, завел этот вопрос с Buffalo Bills и прочим. Мне кажется, нужно просто помнить о том, что если чипс — это действительно обидное название для этой этнической группы, то, естественно, нужно переименовывать, потому что это базовые права человека, которые, естественно, должны уважаться и учитываться, если мы хотим построить цивилизованное общество. Я бы еще хотела сказать, что этот вопрос очень сложный, мне кажется, еще и для тех, кто... для русскоязычной аудитории, потому что, особенно с BLM или, как оно по-русски называется, «Жизни чернокожих» важны, потому что мы, конечно, боимся революции, мы боимся кровопролития, мы не хотим каких-то там страшных событий, чтобы они происходили снова. И поэтому, мне кажется, такая негативная оценка переименования команд или там снесения статуи, или самих протестов объяснима именно такой историей, трудной историей России. И поэтому очень сложно понять, что без таких изменений невозможен прогресс, невозможно построить цивилизованное общество. Марина, большое вам спасибо. Марина Александрова, профессор университета Техаса в Остине. Я также благодарю за участие Юрия Марина, издателя портала об американском футболе «First and Go». Большое вам спасибо за участие в «Большом Нью-Стоке». Сейчас еще в продолжение темы. В США волна борьбы с нежелательными оскорбительными названиями и памятниками тоже дошла и до монументов в честь известных россиян. В центре скандала на Аляске оказалось имя Александра Баранова.